Любительское видео с бесформенным безобразным пятном на лугу не дает возможности выяснить, что это такое. Потому мы приехали на место и попробовали разобраться в причинах образования этого пятна. Безобразие продолжается здесь с января 2017 года. Видел, что появляется, но не мог уточнить, кто сливает сюда нечистоты. Здесь находится 32,5 гитара земли. На данный момент закажено около 10 гитаров нечистотами. Источник проблемы обнаружили поздним вечером в конце июля. Ехали с Синокоса, увидели огни, габаритные огни автомобиля. Подъезжаем, стоит масс цистерна, 8-кубовая. Скинут с него шланг и водитель сливает отходы рыбные, рыбного производства. Все, мы подъехали, записали номер, сфотографировали. Узнать номер телефона и связаться с руководителем фирмы, сливающей отходы на землю фермера Безуглова, было нетрудно. Попутно выяснилось, что площади под свое производство эта фирма арендовала у сельскохозяйственного предприятия Артемовская. И в настоящее время вывозит оборудование из арендованного помещения. И тем не менее, встреча фермера с руководителем фирмы состоялась. Они сказали, что заключили договор аренды с ними, что показал, куда сливать. На следующий день приехали представители этой фирмы. Мы с ними провели переговоры о возмещении упущенной выгоды, а также рекультивации этой земли. Они предложили нам самим обсчитать, сколько это будет стоить. Мы обсчитали, сказали им сумму. Они сказали, что подумают. Потом была встреча с хозяином арендованной земли. Начал угрожать. Угрожать мне прокурорскими органами, а также полиции Артема, что у него имеются большие связи. Он кричал, я тебя разорю, если ты не успокоишься и не будешь вымогать с меня деньги, как он отзвучил. Мы тебя разорим. Хлопнул дверью и уехал. В догонку крикнул, вы ничего не добьетесь. Видимо, угрозы соседа и стали причиной объединения трех фермеров, которые решили действовать сообща, защищая экологическую чистоту сельхозугодий. Хотя и раньше они частенько поддерживали партнерские отношения. Я вообще с безуглым партнер. И здесь, в прошлом летом, он мне давал возможность здесь косить. Мы заключали с ним договор. В прошлом году здесь была хорошая трава. На сегодняшний день косить невозможно. Все здесь отравлено, все изгажено. Травы покосной нет. Дышать рядом с этим рукотворным болотом трудно. В горле першит, глаза воспаляются, да и трава вокруг постепенно высыхает. И понятны переживания Николая Безуглова, который лишился части покосов. Красной линией обозначена территория моей земли, которая выдана мне администрацией города Артема. На 49 лет в аренду. Вот здесь проходит речка. Все эти нечистоты попадают в речку. И дальше она, все вот это, тянется к аэропорту. И все это пойдет туда. Это вонь. Эти мухи. Там, где гниет, где мухи, там и инфекция. Не говоря уже о том, что земля, на которой разлиты отходы, для сельскохозяйственных нужд стала непригодной. Николай Безуглый, прежде чем строить фермы, заключил договор на вывоз мусора, чтобы не захламлять территорию, чтобы продукция, которую он поставляет жителям Приморья, была действительно экологически чистой. А вот соседи его не настолько щепетильны. И мы в этот день еще не раз наблюдали вдоль дороги свалки, где не только жидкие или бытовые отходы, но рога, копыта, шкуры, черепа. И сам собой напрашивается тревожный вопрос. Что же при таком хозяйствовании останется нашим детям и внукам? Зоя Нестеренко, Сергей Корнеев, Даная Михайлова. Городские новости.